привет друзья с вами я михаил саркили и новый выпуск nokta life на этой неделе все взгляды опять прикованы гагузи в течение этой недели произошло несколько событий на более значимый из которых это поездка в москву говорящий кукла шора причем очень плохо говорящий куклы в сопровождении главного политического проходимца гагузии дмитрия константинова это вторая поездка этих персонажей за последнее время второе событие это безобразные и бестолковые протесты организованы в день приезда майя санду в камрад для встречи со студентами камрадского государственного университета протест организованный сторонниками шора во главе сюльей узуном первым заместителем башкана михаилом лаком советником башкана по сми мы сосредоточимся на поездке гуцул и константинова в москву и реакции на это в молодой многих возмутил не только сам факт поездки которая с моей точки зрения является выражением поддержки путинскому режиму сколько заявление сделаны гуцул и константиновым в москве в большей степени провокационными были заявления гуцул что возмутило многих в кишиневе и даже некоторых гусь так это повторение старой мантры по то что гусья объявит о своей независимости в случае объединения молдову с румын а также то что гусья попросит о помощи россию в случае введения молдовой войск на территории гусь хочу огорчить евгению гуцул но молдавские войска уже на территории гусь на пару кварталов выше исполкома находится воинская часть карабинеров 1045 более того жители гусь уже свыше 30 лет проходят воинскую службу в войсках республики молдова в москве из узгуцул и константинова прозвучало много нелепых заявлений и обещаний мы не будем останавливаться на них подробно потому что с нашей точки зрения это просто провокация которая имеет цель спровоцировать внутри молдовы политиков и власти на определенные действия и мы уже видим как многие политики в том числе политики у нее низкого толка требуют от мая санду и пас принять срочные меры и наказать в данном случае гуцул за сепаратизм и измену родину я не буду сосредотачиваться и детально анализировать возможные или невозможные обещания и угрозы которые звучали в москве от маринеток шора подробно об этом мы говорили с иванова свяченко в последнем выпуске подкаста это вам не мешки таскать ссылку оставим в описании этого видео я сосредоточусь именно на реакции внутри страны и на том насколько важно сейчас не поддаваться эмоциям и не совершать необдуманные шаги чтобы не попасть в ловушку которую расставляет кремль чего хочет кремль кремль хочет жесткого преследования в день и гуцул и силовых действий в отношении этой плохо говорящей куклы именно связи с ее поездкой в москву многие могут спросить а в чем разница между ее уголовным преследованием за нелегальное финансирование партии шор которая по словам самой же гуцул длится уже два года и преследованием за сепаратизм и измену родине на котором настаивают некоторые политики и эксперты разница в том что никто не сомневается в том что гуцул участвовала в нелегальном финансировании партии шор и уголовное дело по этому поводу не делает ее жертвой и героиней в глазах гагузов в то время как потенциальное преследование за сепаратизм и предательство родины в контексте поездки в москву и встречи там с путиным и другими высокопоставленными чиновниками российской федерации однозначно превратит ее из плохо говорящий гуглу шора в жертву политического преследования дело в том что все что связано с россией в гагузи воспринимается как благо и как нечто сакральное на что никто не вправе покушаться к сожалению но такова действительность в гагузи с другой стороны каковы юридические основания для ее преследования например по вопросу сепаратизма у нас демократическая страна и свобода слова она заявляет об отделение гагузи от молдовы но если говорить чисто с юридической точки зрения а не с моральной и не с политической точки зрения это предусмотрено в законе об основном правом статусе если читать закон об основном правом статусе гагузи то к сожалению этот закон допускает отделение гагузи от молдов с любых других точек зрения это полный бред никакого отделения гагузи от молдовы не может быть Гагузия не сможет сама себя обеспечить. Это прекрасно понимают в Гагузии и мало кто в Гагузии считает, что отделение от Молдовы это хорошая идея. И более того, мало кто поддерживает эту идею в самой Гагузии. Чего вероятно многие хотят в Гагузии, это присоединение Молдовы к России и воспринимают Гагузию как якорь, удерживающий Молдову в сфере влияния России. Более того, так же Гагузию воспринимают и в самой России. России не нужны Приднестровье и Гагузия в отдельности. России нужна вся Молдова целиком. И в этом контексте Россия рассматривает Гагузию как инструмент, сдерживающий Молдову от интеграции в Европейский Союз. В то же время, исходя из того, что у Молдовы нет общей границы с Россией и российские войска далеко, у шестерок Шора нет реальных инструментов и рычагов в Гагузии, которые они могли бы использовать для сдерживания Молдовы от интеграции в Европейский Союз. Единственное, что они могут делать, это создавать шум и провоцировать Кишинев на силовые действия. Что они и пытаются делать. И тут Кишиневу важно выбрать для себя правильную стратегию поведения. Если говорить о юридической стороне вопроса, я, не будучи юристом, понимаю, что будет сложно предъявить Евгению Гусул обвинение в сепаратизме и предательстве Родины за поездку в Россию и заявление, которое она сделала там. Тому есть как минимум две причины. Первая. Возможность Гагузии отделиться от Молдовы предусмотрена законом. Да, там есть оговорка в случае утраты независимости, но факт остается фактом. Эта возможность предусмотрена законом об особом правом статусе. Я не считаю, что эта статья в законе об особом правом статусе нужна и полезна для Гагузии, но я сомневаюсь, что кто-то возьмется вносить изменения в закон об особом правом статусе в нынешнем политическом контексте. Второе. Договор о дружбе и сотрудничестве Молдовы с Россией, действующий с 2001 года, к сожалению, никто не отменял. По этому договору у Молдовы с Россией мир, дружба, жвачка, несмотря на то, что Совет Безопасности Республики Молдова признал Россию главным источником угрозы для Молдовы. Следующий аргумент связан с состоянием судебной системы Молдовы. Допустим, прокуроры нашли способ доказать, что в действиях ГУЦУ есть предательство Родины и призыв к сепаратизму, за которые можно начать уголовное преследование. Дальше дело должно будет рассматриваться в суде. А в каком состоянии находится молдавская судебная система, мы все знаем. Достаточно посмотреть на дела о краже миллиарда, на дела Дадона и уголовные дела других известных персонажей в молдавской политике. Это дело затянется на годы, и группировка Шора бесконечно будет на нем пиариться. Более того, по моим ощущениям, и это мое оценочное суждение, для людей из судебной системы, ну, в нынешней судебной системе, такой концепт, как предательство Родины, не существует в принципе. И ждать от этой судебной системы приговоров по обвинениям по делам о предательстве Родины, по-моему, излишне. С другой стороны, если следовать логике тех, кто призывает посадить ГУЦУ за визиты в Россию и провокационное заявление оттуда, то можно также посадить треть парламента, примара Кишинева и бывшего башкана ГУЗИ Ирину Влах. Я не пытаюсь оправдать или защитить эту плохо говорящую куклу Шора, боже упаси. Я хочу обратить внимание на то, что подобные призывы никак не решат проблему, а наоборот усугубят ее. И это именно то, чего хочет Москва прямо сейчас. Более того, призывы арестовать ГУЦУ за поездку в Москву и провокационное заявление оттуда, это тоже провокация из разряда тех, что совершает ГУЦУ и другие шестерки Шора в ГУЗИ. Подстрекать власти на такие действия, это все равно, что лить воду на мельницу Кремля. Примечательно то, что такие призывы исходят от некоторых людей из унионистского лагеря, которые в контексте инициативы о проведении референдума по вопросу европейской интеграции заявляют о том, что не нужно заморачиваться с этим вступлением в Европейский Союз. Лучше сразу объединиться с Румынией, что решит ряд проблем, в том числе и вопрос интеграции Молдовы в Европейский Союз. Извините, господа унионисты, при всем уважении к вам, но это, мягко говоря, не самая лучшая идея. Во-первых, для того, чтобы решить вопрос об объединении Молдовы с Румынией, нужно провести референдум, на котором большинство граждан и в Молдове, и в Румынии должны высказаться за объединение двух стран. И даже если предположить, что такой референдум будет организован и большинство граждан, и Молдовы, и Румынии выскажутся за объединение двух стран, то что делать с позицией международных партнеров, позицией Брюсселя, Вашингтона, Берлина в этом вопросе? Молдова и Румыния — это демократические страны, которые соблюдают международное право, в том числе и Копенгагенские соглашения, которые предусматривают несменяемость границ в Европе. И опять же, настаивать на объединении Молдовы с Румынией — это означает лить воду на мельницу Кремля, который стремится к тому, чтобы разрушить всю международную систему договоров и установить правила, при которых сменяемость границ, возможно, в угоду сильно. Иными словами, для того, чтобы объединение Молдовы и Румынии свершилось, Румынии придется нарушить ряд международных договоров, которые она ратифицировала и подписала за последние 30 лет, в том числе выйти из Европейского Союза и НАТО, потому что подобное объединение однозначно нарушит какое-нибудь соглашение, правило или декрет, или директиву ЕС или НАТО. Подумайте сами, пойдет Румыния на такой шаг после стольких усилий, приложенных для вступления в ЕС и в НАТО. Что-то мне подсказывает, что нет. Странно, но мы опять видим, как Россия и некие беглые олигархи используют Унирию по двойному назначению. С одной стороны, продают ее как мечту унионистской части общества, с другой стороны, используют это как страшилку для Гагаузии и не только. И все это делается с одной целью — сорвать предстоящий референдум по вопросу европейской интеграции Республики Молдова. В этом контексте примечательно заявление плохо говорящей куклы Шора в Москве о том, что большинство граждан Молдовы не поддерживают вступление в Европейский Союз. Во-первых, кто такая Гуцул, прости господи, чтобы делать такие заявления от лица большинства граждан Молдовы. А во-вторых, хочется спросить. В это большинство входит 1 миллион граждан Молдовы с румынскими паспортами и десятки тысяч с болгарскими паспортами. Более того, жители Гагаузии готовы платить сотни и тысячи евро, чтобы получить румынские паспорта. И, кстати говоря, румынские паспорта в последнее время пользуются очень большим спросом у жителей Гагаузии. Они тоже против вступления Молдовы в Европейский Союз? Каждый визит Гуцул и других шестерок Шора в Москву вызывает у определенной части общества всплеск негодования и требований привлечь всех участников этой провокации к ответственности. Но в этом случае важно не поддаваться эмоциям и панике, не переоценивать степень угрозы и не недооценивать возможные негативные последствия от непродуманных действий силовых структур. Как я сказал, непродуманные действия проблему не решат и с высокой долей вероятности еще больше усугубят проблему. И еще раз повторюсь, это то, чего хочет Кремль. Как я уже сказал, сейчас Гуцул воспринимается не более чем плохо говорящая кукла Шора, а командиры отрядов бабушек Шора воспринимаются как шуты гороховые. И силовые действия против них сразу на пустом месте придадут им политический вес и поменяют их восприятие в обществе, в первую очередь среди гагаузов. То, что произошло на этой неделе, еще один повод задуматься для тех, кто год назад голосовал за край мечты, обещанный Шором, и для тех, кто не голосовал, но беззвучно стоял или безмолвно стоял и смотрел на это со стороны. Край мечты, обещанный Шором, оказался краем, который втягивает в войну. Да, это не преувеличение. Гагаузию втягивают в войну. И вместе с ней пытаются втянуть всю Молдову. Марионетки Шора едут в Россию и от лица всей Гагаузии высказываются в поддержку или высказывают поддержку путинскому режиму. С марта это уже вторая поездка, которую Константинов и Гуцул совершают в Москву. Константинов в Москве заявил, что в сложные моменты Россия не оставляет гагаузский народ один на один с бедой. Давайте посмотрим. Скажу, что с подключением Российской Федерации и к механизму дополнительного финансирования наших жителей Гагаузии говорит о дружественных отношениях Российской Федерации к нашему народу. Говорит о том, что в сложные моменты Российская Федерация не оставляет своих близких, с кем проживали бок о бок годами, один на один с бедой. И мы благодарим за это. Хотим сказать, что Российская Федерация для наших жителей Гагаузии всегда являлся историческим и стратегическим партнером. И мы об этом говорим всегда громко и не боимся. Нас иногда даже наказывать за это, но мы все равно идем по этой линии. Это из разряда русские своих не бросают. Во-первых, это ложь. Очень даже бросают. И давайте вспомним, как Россия помогла Гагаузам справиться с энергетическим кризисом и с последствиями войны у наших границ, которую сама же развязала, что повлекло за собой энергетический кризис, логистический кризис и рост цен в нашей стране. Кто выделял последние два года Гагаузам компенсации в отопительный сезон? ЕС, США и Республика Молдов. Кто помог Гагаузии выбраться из той, простите, задницы под названием никем не признанная в том числе и Россия и Гагаузская республика, в которую нас загнала Москва? Все знают ответ. Решить эту проблему помогла Турция и лично президент Сулейман Демирель. Кто за последние 30 лет ремонтировал и строил в Гагаузии водопроводы, дороги, детские сады, школы и больницы? Кто помогал бизнесу привлекать инвестиции и открывать рабочие места? Ответ знают все. Турция, ЕС, США и Республика Молдова. Покажите хотя бы один объект, который за последние 30 лет Россия построила или отремонтировала в Гагаузии? Спойлер. Ни одного. Зачем делать реверансы перед теми, кто этого не заслуживает? И что это, если не поддержка агрессивного режима, развязавшего самую большую войну в Европе за последние 80 лет? Иными словами, что это, если не втягивание Гагаузии в войну? И вот эти товарищи обвиняют Майю Санду во втягивании Молдовы в войну за то, что она солидаризируется с Украиной и оказывает поддержку украинскому народу. А как по-другому, если Украина это один из двух наших соседей? У нас только два соседа – Украина и Румыния. Других соседей нет. И с Украиной у Молдовы самая протяженная общая граница – 1200 километров. Не говоря уже о том, что Украина защищает Республику Молдову от российской агрессии. И это только рациональный аргумент. Помимо этого, есть и моральная сторона вопроса. Любой человек, у которого есть совесть и у которого все нормально с моралью, не может не рефлексировать по этому поводу. И не может не сострадать своим соседям, которых Россия каждый день убивает, грабит и насилует. Не агрессоры же в этой ситуации поддерживают, которые к тому же более 30 лет оккупируют часть территории Республики Молдова. Высказывая поддержку России, марионетки Шора фактически приобщают Гагаузию к тем ужасным преступлениям, которые Россия совершает против наших соседей. Гагаузию втягивают в войну не только поддержкой высказываемой России, но и тем, что пытаются использовать ее особый правовый статус для того, чтобы поджечь наш с вами общий дом – Республику Молдова. Вся эта воинствующая риторика об отделении Гагаузии от Молдовы, о вводе войск в Гагаузию, об обращении к России для защиты – что это, если не зазывание войны сюда, в наш дом? Причем, как обычно, причин для всей этой воинствующей риторики нет. Она возникла на ровном месте. Эту риторику пытаются обосновать какой-то угрозой Гагаузии, что явно высосано из пальца. Ровно так же, как была высосана из пальца угроза русскоязычным в Украине и какие-то мифические украноцисты, якобы ущемлявшие жителей Донбасса и Крыма. Жителей Крыма и Донбасса никто не ущемлял, и русскому языку в Украине ничего не угрожало. Жили себе люди спокойно, пока русский мир не пришел их защищать. Непонятно от чего. Весь Донбасс, который якобы пришел защищать русский мир, разрушен. Этим же русским миром. Печально осознавать то, что в Гагаузии никто, может за маленьким или небольшим исключением, не дал соответствующей оценки действиям Гуцул и Константинов. Кто вообще уполномочил их туда ездить? В статусе Башкана и председателя Народного Собрания. Какие цели они там преследуют? Только не надо рассказывать про обещание выплачивать бюджетникам Гагаузии по 2000 лев от Банка Минобороны Российской Федерации, которые находятся под международными санкциями. Это лживые обещания из того же ряда, что и аэропорт, Гагаузлэнд, газ по 10 лей, выплаты пенсионерам, роженицам и ежесними. Прежде чем забалтывать Гагаузлов новыми несбыточными обещаниями, верните 300 лей пенсионерам и малоимущим, которые Шор у них отобрал. До захвата Шором власти в Гагаузии социально уязвимые жители автономии получали по 700 леев в месяц в течение трех месяцев в холодный период, а после захвата Шором власти в Гагаузии стали получать по 400 леев в месяц. Что-то мне подсказывает, что не о таком они мечтали, когда голосовали за Шором. Но у некоторых мечты все-таки сбылись. До прихода Шора в Гагаузию Михаил Влах пил на камеру отходы от спиртзавода Константинова, а с приходом Шора стал ездить на Мальдивы. Тот факт, что Шор обманным путем получил власть в Гагаузии, противопоставляет Гагаузию Кишиневу, втягивает Гагаузию в войну. Все это очень серьезные и веские основания начать процедуру отстранения от должности и Константинова, и Гуцу. Но мы почему-то не слышим возмущения по этому поводу ни в Народном собрании, ни от политиков за пределами Народного собрания, за редким исключением. Мы очень часто слышим от Гагаузских политиков и некоторых политиков из Кишинева фразу о том, что власти в Кишиневе ответственны за то, что происходит в Гагаузии. Определенная доля ответственности за то, что происходит в Гагаузии, безусловно, лежит и на властях в Кишиневе. А что насчет самих гагаузов, прежде всего, активной и думающей части гагаузского сообщества? Разве мы, я имею в виду и себя в том числе, не несем ответственность за то, что происходит в Гагаузии? Есть в Гагаузии попытка сопротивляться тому, что Шор и его приспешники втягивают нас в войну. С одной стороны, гагаузские политики и самопровозглашенные патриоты громко заявляют о том, что Кишинев не должен вмешиваться в дела Гагаузии. Некоторые даже заявляют, что гагаузы – это один из двух нации, образующих народов в Молдове, что бы это ни значило. И что чуть ли не вместе с молдавским народом гагаузы основали молдавское государство. Более того, эти люди берут на себя смелость учить молдаван, на каком языке им говорить, как называть свой родной язык, с кем дружить, куда интегрироваться и так далее. Настолько умные, что Шор им с легкостью скормил это недоразумение в качестве башкана, которое даже читать не умеет. И они это съели и даже спасибо сказали. Если в Гагаузии считают, что гагаузская автономия имеет право самостоятельно решать вопросы экономического, культурного и политического характера в рамках своих компетенций, как это написано в законе об особом правом статусе, тогда Гагаузия в рамках своих же компетенций должна быть в состоянии защищать свои институты власти и особый правовой статус от использования их преступниками и не допускать втягивания Гагаузии в войну. Ну или же признать, что гагаузская автономия не работает в интересах гагаузского народа, а используется ворами и мошенниками против Молдовы в интересах агрессивной политики Путина. В контексте того, что мы сказали выше, важно проанализировать, что происходит на левом фланге в Молдове. Год назад, в течение трех недель, Путин руками Шора скормил гагаузом это политическое недоразумение по имени Евгения Гуцул. Сейчас он то же самое делает со всем левым электоратом Республики Молдова. Об этом свидетельствуют две вещи. Первая. Это говорящая кукла, единственная в Молдове, у которой есть свежие фото с Путином. С точки зрения Путина, как мы неоднократно могли убедиться, это означает политическую поддержку. Второе. Ее как лидера пророссийских сил в Молдове признали уже и Воронин, и Додон, не говоря о сателлитах Шора, таких как партия Ренаштере и соратниках Шора по бывшей партии Шор. Это означает, что если у Путина будет возможность назначить в Молдове гауляйтера, то он назначит Евгению Гуцул. Не Игоря Додона, не Владимира Воронина, не Ирину Влах или Иона Чабана, а именно, прости господи, Гуцул. Она уже не исключает, что может выиграть президентские выборы у Май Санду. Давайте посмотрим. Я правильно понимаю, что Май Санду просто боится, что вы пойдете на выборы президента и вынесете ее в одну калитку? Не исключаю. Не исключаю, конечно. Но есть, очень много есть по поводу этого разговора. Но я могу одно сказать, что я сейчас, конечно, по возрасту я не подхожу в качестве калитета президента, но в будущем не исключаю. Путин ставит на Евгению Гуцул по очень простой причине, чтобы унизить молдаван и показать, что он решает, кто будет управлять этими территориями в случае, если, не дай бог, у него получится реализовать свой коварный план в отношении Молдовы. Почему он хочет унизить молдаван? Потому что граждане Молдовы скинули Воронина, скинули Плохотнюка и скинули Додона. Потому что граждане Молдовы выбирают Европейский Союз. И по опросам более 60% граждан Республики Молдова хотят интеграции в Европейский Союз. В логике Путина не народ решает свое будущее и кто им будет управлять, а Путин. Поэтому слава Украине и слава ЗСУ, которые обеспечивают нам право выбирать того, кого мы считаем нужным. Мы можем не пользоваться этим правом, как в случае выборов Башкана в Гагаузии, а можем реализовывать это право, как в случае с выборами президента Молдовы. Я, например, как и большинство граждан Молдовы, ценю это право и готов им воспользоваться на предстоящем референдуме и выборах президента. В этом контексте мне хочется обратиться к сторонникам русского мира в Молдове, особенно к тем, кто обычно голосует за такие партии и таких политиков, как Додон и Воронин. Ваши политические лидеры фактически согласились с тем, что это недоразумение. Евгения Гусул, новый лидер пророссийской оппозиции или пророссийских сил в Молдове. Окей, вам не нравится Майя Санду, но, простите, что Путин предлагает вам вместо нее? Говорящую куклу, которая с трудом складывает слова в предложение, с большим черным пятном в биографии и самое страшное, готовая сделать все, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь, не задумываясь о последствиях. Подобных людей Путин продвигает везде, куда приходит русский мир. Он проходится по выгребным ямам, поднимает оттуда весь мусор, чтобы поставить его управлять обществом. Посмотрите, кого он ставит управлять оккупированными территориями. Да что говорить об оккупированных территориях? Посмотрите, кого он ставит или назначает в губернаторы у себя в России. Это люди без принципов и морали, готовые на все, чтобы не вернуться обратно в то дно, откуда их выкопали. Ладно, ваши лидеры Воронин и Дадон небрезгливые ребята и приняли эти правила, которые обозначил для них Путин. А вам, рядовым сторонником партии социалистов и коммунистов от этого не тошно.